Если все растительные продукты по своему кислотному балансу кислые, я этого не говорю, большинство из них, кстати, щелочные, первоначально, и если на таком питании толстый кишечник на правильных бактериях получает кислую среду, то какой отсюда вывод? Закисляться надо или ощелачиваться? Уважаемые соратники, мы с вами не раз уже на эту тему пытались разговаривать о том, что никакое там значительное количество соды принято через рот, никакая щелочная вода, условно там PH 7,5 или больше, принятое через рот. Серьёзно, на PH нашей с вами крови не повлияет. Для этого должны быть предприняты суперактивные воздействия, потому что у нас в крови огромное количество мощных буферных систем, которые не позволят нам просто так произвольно закислять, ощелачивать и так далее. Не надо на это надеяться, и потом, не наше это вообще, как бы сказать, дело, закислять и ощелачивать. Мы на сегодняшний день знаем одно. Высокий уровень углекислого газа – это благо, точка. Мы на сегодняшний день знаем, что низкая PH фекальная – это благо, точка. Она соответствует большому развитию анаэробно-толстокишечной флоры. Вот думать о том, что мы серьёзно изменим эту самую PH сыворотки, ну, я думаю, это неправильно, наивно. И там кишка сама регулирует, понимаете? Если вот у нас в желудке, в пилорическом отделе PH, может быть, вообще полтора, одежду можно испортить. А буквально в 4 сантиметрах PH 8 в 12-перстной кишке. И организм сам регулирует эти вещи. У нас есть какие-то ключевые критерии контроля. Давайте вот мы будем ими заниматься. Мы не контролируем PH сыворотки, потому что это сложно, трудно, неинформативно и в конечном итоге и не нужно.